МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здорово, Макс! Привет. Макс, ты чё кислый такой? Чё-то случилось? Да нет, это я так. А, а то у тебя сейчас такой вид, как будто ты 345 на 916 в уме умножаешь. Макс, давай бодрее, человек сам хозяин своего настроения. Да? Да. Интересно, и как же ты себе сознаёшь такое безоблачное настроение? А ты знаешь, элементарно, Ватсон. Нужно просто вспомнить что-нибудь очень-очень хорошее. Ну, вот, например, я сейчас лежу и вспоминаю, как я лежу у края бассейна. Кругом крики, суета. Катя мне делает искусственное дыхание. И губы у неё такие тёплые, такие мягкие. Ну, давай, давай, ты теперь что-нибудь вспоминай. Уже. Да ну. Я вот сейчас смотрел на тебя и вспомнил, как в зоопарк ходил на шимпанзе смотреть. Ага. Да ну тебе. Да ладно, я шучу, шучу. Не обижайся. А вот, Вов, интересно, каково это быть отцом, а? Макс, ты чё, залетел что ли? Я? Да нет, ты чё, я так, я так, чисто гипотетически. О, гипотетически. Гипотетически это хорошо. Не знаю, Макс, я ещё не думал. Но, может быть, скоро придётся задуматься. Вчера я был молодым, Вчера я был беспечным, Плевал свысока На приличие и так. И в порядочных компаниях И пришла пах. Вёл себя я Хуже, чем пах. Видел то, что было, И то, чего нет. Не раз выбирал Счастливый билет. Умирал за любовь И клялся войной. Гулял по волнам И летал над землёй. Ещё вчера Я был далеко В беспредельном пространстве В сказочном одолон. А, может быть, Всё это было лишь сном С небывалым сюжетом И весёлым концом. Кристин, ну, хочешь, я не пойду на занятия, мы с тобой вместе пойдём, походим по магазинам. Хочешь? Ну, нельзя так валяться, Кристин. Лежишь, лежишь целыми днями. Поешь хоть что-нибудь. Спасибо, не хочется. Катюш, привет. Привет, Лав. Привет, Лав. Кристин, ты как? Да никак. Волк, ну ты хоть скажи, что нельзя так валяться целыми днями. Непонятно из-за чего. Что значит непонятно из-за чего? Это из-за Тимоши. Вот. Что вот-то? Ну, вот я и говорю. Действительно, непонятно. Ладно, я пойду на занятия. Ты пойдёшь, Кристин? Я тебя догоню. Угу. Кристин, ты что, Катюше так и не рассказала? Ничего. Нет. Вов, я хочу тебя попросить. Ты можешь тоже никому не говорить про меня? Как скажешь. Ты уверена? Ну, я же сказала, что да. Чего здесь непонятного-то? Извини меня. Вов, я тебя хотела поблагодарить за то, что ты бросился на Тимошина из-за меня. Спасибо тебе. Да ладно, Кристин, ну... Ты главное, держись, хорошо? Ага. Ну, я побежал. Поговаривают, что ваш переход в министерство, дело почти решённое. Да, Павлович, слухи настолько упорные, что сдаётся мне, что это вовсе не слухи. А, нет-нет, конечно, это повышение, да. Ах, как жалко. Только сейчас с вами сработались. А, вот как? Да, но, конечно, и непонятно, кто придёт на ваше место. Это хорошо, что если, как вы говорите, Ситникова, она кандидатура достойная. Но после того скандала с дипломной работой студента Сидых, я не знаю, боюсь, что её авторитет и деловая репутация сильно пострадали. Ну, что вы, Павлович, в квалификации Тамары Алексеевны у меня нет никаких сомнений. А кризисы даже лучшие учёные, ну, не всегда предсказывают. Понял, не скажите, Бруно Яныч, настоящие специалисты делают это очень точно. Вот некоторые специалисты каждый год предупреждают, что будет кризис. И иногда вот их прогнозы вот как-то так совпадают. Бруно Яныч, но... Павлович, вот вы скажите мне, вы деньги во время дефолта потеряли? Ха-ха-ха, какие деньги? Потерял. Ну вот, так что мне теперь? И вас тоже считать слабым специалистом? Тамара Алексеевна отлично справляется со своими обязанностями. Я очень доволен учебным процессом на факультете. Успеваемостью. Ха, успеваемостью, конечно. Тут всё в порядке. Ага. Мне бы на вторую пару успеть. Петя! Упс! Будь здоров. Ага. Слушай, так вот, помимо игровых автоматов, там ещё электронная рулетка. Ага. Я там быстренько пятьсот рублей выиграл. А сколько проиграл? Нисколько. Я же говорю, а фартовую. Упс! Будь здоров. О, правду говорю. А в детстве, когда маленький был, дяде лотерейный билет купил, он по нему машину выиграл. А если бы ты своему дяде авиабилет купил, он что бы у нас, в космос улетел, что ли? Не, Петь. Давай завязывай ты с этим делом. Так. Слушай, Лень, а давай вместе сходим, а? Помимо игры, азарт и интерес, ещё и бабла подзаработаем. Да пойми ты, Петя, азарт — это как алкоголизм. Я сам с этого еле соскочил. Я подсчитал как-то, сколько ж я бабок проиграл. Будь здоров. И сколько бы на эти бабки я мог водки купить. Сразу бросил. Ты чё, заболел, что ли? Ну, вроде того. Так, стоп. Так, это профилактическое средство. Народное. На спирту. Почему на спирту? На естественной основе. Значит, ненародное. На понтовой основе. Да не на понтовой, а на понтовой. Всё, пока. Будь здоров. Давай. Привет. Привет. Занимаешься? Угу. Привет. Привет. Занимайся. Вова, Вов, сиди и не двигайся. Вот, нитка прицепилась. Вова, а что вы там говорили с Тимошиной? В смысле, с Кристиной про Тимошину? А, да ерунда какая-то. Ну, типа, Тимошин её обозвал, а Кристина обиделась. А, и ты из-за этого, да, на него в бассейн бросился? Я? Ну, да. Я же вспыльчивый очень. Ой, у меня уже лекция через пять минут. Слушай, Вов, а ты что сегодня вечером делаешь? Я? Ничего. Катя, я давно хотел тебе сказать… Ты можешь посидеть с Кристиной, а то мне её боязно оставлять. Ладно? Пока. Ага. Тань, подожди. Привет, Макс. Тань, я… Слушай, я опаздываю на занятия. Извини, пожалуйста. Тань, а ты же обещала подумать. Я подумала, но не надумала. Мне ещё нужно время. Катя! Вов, как хорошо, что я тебя встретила. Скажи, ты уже был у Кристины? Что? А, нет пока. Катя, я что хотел… Вов, пожалуйста, зайди к ней, а? Надо, чтобы с ней кто-то постоянно был. Да, конечно. Я уже собирался. Катя, я это… Вот. Какая прелесть. Вовка, ты купил Кристине цветы. Какой ты молодец. Как я сама не догадалась. Действительно, цветы так поднимают настроение. К тому же, это розы её любимые. Вовка, ты такой чуткий. Ну ладно, беги давай. Не забудь поставь их в воду, ладно? Я так больше не могу. Я к ней и так, и эдак. А она не понимает. Или не хочет понимать. Не торопи события. Может, ей время нужно. Может. Только у меня больше терпения нет. Я глаза закрываю, она. Так это ж хорошо. Хорошо. Только… Я заснуть не могу. Вова, тут нужно, как в тот раз. В смысле? Ну, вот ты помнишь, в бассейне тонул? Катька тебя спасла. Между вами какая-то искра промелькнула. Ты что хочешь, чтобы я ещё раз тонул? Как говорили древние, в один бассейн дважды не войдёшь. Но! Этот принцип-то можно использовать. Правильно? Правильно. А как? Надо создать такую ситуацию, чтобы Катька за тобой ухаживала. Женщины вообще любят ухаживать за мужиками. Понимаешь? У них через это чувства проявляются. А если я из окна выпаду? Нет. Лучше, чтобы она тебя полюбила при жизни. А может… Ой, точно! Ты бы видел, как она за Кристинкой ухаживает, когда… Та болеет! Ну, типа болеет, понимаешь? Врубаешься, мне нужно заболеть! Если головой, то ты уже давно понял. Что? Ну как, помогло средство? Ага, отличное! Простуду, как рукой сняло! Ну, я же говорил, а куда это ты намылился? Да так, деньжат подзаработать. В автоматы, что ли? Петя, я просто предупреждаю, добром это не кончится. Понял? Почему в автоматы? В автоматы, в банкоматы. Засовываешь одну купюру, получаешь в три раза больше. Лучше б ты болел. Ну, я готов. Деньжат мне одолжишь? Ну, как дела? Спасибо, хреново. Слушай, Антон, у меня тоже не супер новости. Я бы удивился, если б были супер. Ну, выкладывай, что там у тебя? У нас платеж в банке подвис. Они деньги перечислили, а банк платежи приостановил. А на каком счете деньги были? На том, что в мост бизнес строит банки. Странно. Черт, облом за обломом. Ладно, я съезжу, разберусь сейчас заморочки с дипломом. Слушай, Антон, нам людям зарплату выплачивать нечем. Я же сказал, что съезжу. Выдай пока половину. Мне можешь не выдавать. Здорово, Макс. А это что, волшебная коробка аллогина, что ли? Нет, сухой лед. Я мороженое купил. А-а, опять коммерция в голову налил, да? Да нет, Макс, ну я ж тебе говорил, мне нужно заболеть. Понятно. Вот, буду теперь простывать. Так, ловись ангина большая и фолликулярная. Макс, а это у тебя что такое? А это я просто плед в полотенце заворачивал. А, понятно, а что-то непонятного. Да, я тоже люблю плед в полотенце заворачивать. Ага. Я если с утра плед в полотенце не заверну, все, считать день пропал. Вот-вот. Так вот, понимаешь, стою я в приемной у Гусева. Жень, вот ты меня слушаешь, нет? Да-да, очень внимательно. Жень, так вот, стою я в приемной у Гусева. Гусев вызывает Леночку по селектору и спрашивает, когда ушаться следующий семинар. Леночка отвечает, завтра. Гусев. Гусев говорит, хорошо, я приду. Леночка говорит, хорошо, тогда я предупрежу. Гусев говорит, не надо. Я, говорит, хочу прийти неожиданно. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю. Гусев придет с лопатой. Жень, с какой лопатой? Обычной, подшаться копать. Женя, вот, вот очень, конечно, смешно. Такое ощущение, правда, что тебе все равно. Да, Жень, ведешь ты себя, как будто тебе действительно все равно. Ну, только ты знаешь, какая у нас посещаемость в группе? Что у нас дембель ходит тогда на лекции, когда ему хочется. Деревяга тоже ходит на лекции, когда и хочется. А Вова, между прочим, твой друг вообще на учебу забил. Ну, я-то что могу сделать? Как что, Женечка, вот ты трудный человек такой, знаешь? Вот невозможно с тобой договориться. Ты понимаешь, что если завтра они не придут, Женя, шатсу сделают большой выговор. Ну, Жень, ну, нужно поговорить с ребятами, чтобы они пришли и ответили. Что? Чтобы они еще ответили? Женечка, а вот смотри, а если мы продумаем, кто на что отвечает, да? Тогда им останется выучить только один маленький вопросик. Женечка, пожалуйста, ладно? Пожалуйста. Ну, ну, ладно. С Петькой я поговорю. Так. А, с Квакушей ты сама. Я не самоубийца. Очень хорошо. Да блин, как я ее так завязал-то, а? Я уже почти всю коробку слопал, а мне даже голос не ахаип. А, ты знаешь, так всегда бывает, а? Не хочешь болеть, болеешь, а хочешь облом. Слушай, Макс, докончай, ты мучиться все равно не развяжешь. А? Выбрось, обойдешься ты без бледа и без полотенца. А это твое полотенце. Что? О, охрип. Охрип. Оказывай. Нет, не охрип. Привет. Привет. Ну, сделай лицо повеселее, что-то случилось? Все в порядке, нахожусь в плотной полосе удачи. Антон, это по поводу неприятностей с фирмой, да? Откуда ты знаешь про фирму? Женя сказал. Отлично, все одно к одному, еще и друг требуло. Нет, Антон, Антон, он все правильно сделал, что сказал. Ты знаешь, о чем я думала? Что надо поговорить с папой. Ника, не надо. Антон, мой папа может помочь, слышишь? Ника, не надо меня жалеть. Да почему жалеть? Антон, я хочу помочь. Извините, я опаздываю, мне еще по плану в одно дерьмо надо вляпаться. Че, Ленька, мы скоро разбогатеем. Что, опять оптимизм под плоскость ударил? Короче, на днях наблюдал я за одной электронной рулеткой. Так вот, она дает числа во вторую дюжину в два раза чаще, чем остальные. Понятно. А после пяти черных все время дает зеро. Система. А ты знаешь, что общая сумма чисел на рулетке? Шестьсот шестьдесят шесть. И это число зверя. Да? А я думал, число зверя. Два литра врыло. О! Привет, Жень. Привет. Привет. Дело на сто миллионов. Слушай, я-то свою систему изобрел? Схему. Ты можешь ее проверить на компьютере? Интересно, попробую. Ну, но ты тоже должен будешь кое-что сделать. Петь, ты должен будешь завтра появиться, ушаться на семинаре и ответить. Ту-у-у-у. Тум-а-у-у-у-у. Эй… А-а… Вон ты где! Вова! Что ты делаешь? Изучаю жизнь пингвинов. Дрена эти, должен сказать, у них жизнь. Ну ладно, шучу. Мне заболеть нужно на спор. Вова, слушай, мне нужна твоя помощь, мне нужно, чтобы ты завтра ушаться на семинаре ответил. Что я, больной что ли? Ну пока нет. Ну Вов, очень нужно. Иначе просто ему влетит от Гусева. Слышишь? Ну пожалуйста, ну Вова, я тебе скажу верный способ, как завалить. Чё ответить надо? Определение производственной функции. Всего лишь. Ну пожалуйста, ну Вова. Ну замётано. Говори способ. Тебе лечиться надо, Вова. Нет, я серьёзно. У меня бабушка всегда говорила, если, ну, если начинаешь лечиться, то сразу заболеваешь. Да? Да. Это верный способ. Определение производственной функции. Вова. Привет. А я говорила с отцом, и он готов тебе помочь. Я же тебе говорил, что мне не нужна его помощь. Но ты мой муж, и я хочу тебе помочь. Но я не хочу. Ты можешь это понять? Очень глупо. Мне от твоего папы ничего не нужно. Мой папа, между прочим, действительно может помочь деньгам. Лучше, да отстань ты со своим папой и со своими деньгами. Ник. Ник открой. Петя, ты здесь? Петя, знаешь, какой классный саундтрек нашёл? Сейчас послушаем. А где наш этот сидишник? А, Петь? Петь, я что-то не понял. А где наш сидишник-то? Да он нам и не очень-то нужен был. Петь, ты что его толкнул? Толкнул? Чё сразу толкнул? Ну, заложил. Пока. Кабанов, ты больной. Тебе лечиться надо. Ты уже как алкаш стал. Вещи из дома выносить. Чё, позвонить мне не судьба была, что ли? Позвонить. С чего? Ты чё, мобильник тоже заложил? Ну да. Ну, раньше как-то жили без него. Логично. Ленька, привет. Привет. А чё это ты по-летнему-то? А? Оржуя. Оржуя. Нифига себе. Морж нашёлся. Привет. Привет. Так, Петя, ты помнишь, что ты отвечаешь? Ну? Линейную производственную функцию. Да, молодец. Шухер, шанс идёт. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Тема нашего сегодняшнего занятия математическое моделирование затрат предприятия. Саша. И, как вы уже знаете, производственная функция. Саша. Что? Где Гусев-то? Чё, я зря готовился, что ли? Для начала рассмотрим сущность понятия производственной функции. Добрый день, Павлович. Вы позвольте, так сказать, поприсутствовать у вас на занятии. Почту за честь. Прошу, садитесь. Итак, для начала рассмотрим сущность понятия производственной функции. На лекциях я подробнейшим образом вам это понятие расстрелил. Думаешь, если место мне уступил, так тебя не вызовут? Кто готов к ответу? Я. Прошу вас, Владимир. Данное свойство получило название «Закон о убывающей отдаче». У меня всё. Просто поразительно. Очень подробный и полный ответ. И вы, Владимир, по праву заслужили высший балл. Молодец, Вов. Что, квакуша, за всё время учёбы первую пятёрку получил? Итак, перейдём к следующему вопросу. Линейной производственной функции. Есть ли желающие рассказать о ней? Что ж, если желающих нет, то... Адольф Ромирович, а можно я попробую? Рискните. Эх, я тоже хотел ответить на вопрос. Жаль, Кабанов опередил. Да? Угу. Катюш, ты? Ты? Что ты здесь делаешь? Пошёл вон отсюда! Ну подожди, я же соскучился. Убирайся отсюда, мразь! Подожди, чё ты ведёшь себя, как девочка-припевочка? Ну было и было. Пошёл вон отсюда, придурок! Подожди, Кристина, подожди! Ты чё? Ты чё? Ты чё? Сволочь! Больная, что ли? Я тебя уничтожу! А здорово всё-таки получилось, да? Да. Какое бы всего лицо было, да? И шанс тоже. Да. Не думала, что у нас так всё гладко будет. Да. Вов, слышишь? Ты не расстраивайся. Вов. Да ладно тебе, Вов. Ну кто ж знал, что шанс тебя ещё раз спросит? Ну и снаряд обычно в одну воронку дважды не попадают, а? В воронку, может, и не попадает. А в квакушу, знал бы, вообще бы на это занятие не пошёл. Да ладно тебе, Вов. Ну когда ты за одно занятие пятёрку и двойку получишь, а? Ну подумай. Ну, нормально вышло. Ну да, так даже реалистичнее. Конечно. Гусев бы не поверил. Ну? Ну как это, ушаться и ни одной двойки. Абсолютно верно. Спасибо вам. Теперь я знаю, что я жертва реализма. Вов. Слушай, Петь, я это, проверил тут твою схему. Ты знаешь, нет тут никакой схемы. Случайно всё. Да я уж и сам узнаю. На практике. Слушай, я тут другую схему изобрёл. Верняк. Я по ней и свои отобью, ещё и в блюсе останусь. Угу. Вот факультет экономики и финансов отличился. Список должников. Прочитайте. Я пойду? Да-да, конечно. Я посмотрю. Здравствуйте. Разрешите? Да, пожалуйста. Я очень долго думала и решила прийти вам всё рассказать. Речь идёт о нелегальном бизнесе у нас в институте. Дело в том, что один из студентов организовал интернет-магазин. Какое безобразие. Это в нашем институте. Просто в храме науки. Я разберусь, Бруно Янович. Да. Вы с какого факультета? Экономики. Да. Вот так вот. Куда смотрит декан? Ничего, я разберусь, невзирая на должности. Сейчас вы мне всё расскажете, подробно опишите. Пойдём. Пожалуйста. Привет, Таня. Как? Как чувствуешь себя? Спасибо, хорошо. А стакань кефира, пожалуйста. И творог. И творог, я знаю, он полезен. Я читал. Возьмите. Ты подумай тебе сейчас. Макс, мне нужно время. Ты можешь это понять? Могу. Я ждать больше не могу. Я люблю тебя. Ты понимаешь? Я готов... Я готов ночами не спирать. Я готов пелёнки стирать. Я... Я... Я если бы мог, и родил бы вместо тебя. Ну, пожалуйста. Это значит, да? Это значит, что мы посмотрим твоё поведение. У тебя испытательный сонг. Пойдём. Всё, Макс, облом. Я... Не могу я заболеть, понимаешь? Ну, я... Ну, я не знаю, как мне заболеть. Господи, ну... Что? Анечка, ты что? Привет. Привет. Ты что, заболела? Вообще кошмар такой. Надеюсь, это заразно? Ань, ты даже не представляешь. Ой, не подходи. Как я рад тебя видеть. Как я рад тебя видеть. Ань. 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 Ты схему спрятал? Петя, я хочу тебе помочь. Петя. Петя, я должен тебе помочь. Петь, потому что ты игроман. А знаешь, что такое игромания? Игромания? Это даже... Это даже хуже, чем наркомания, Петя. Это хуже, чем наркомания. Да, Петь? Я даже хотел тебя повезти к бабке. Да? Чтоб она тебя заколдовала. Чего ты смеешься? Я потом хотел тебя повезти к врачу, чтоб он тебя закодировал. Да, Петь. Но я понял. Я посоветовался с очень умными людьми. Я почитал очень умные книги и понял, Петя. Понял, что тебе может помочь только самовнушение, Петя. Только самовнушение. То есть аутотренинг. Понимаешь ты. Аутотренинг. Петь, ну что ты теряешь, Петь? Ну ты мне скажи, ты много проиграл уже, а? Ну ты ж, ты ж много проиграл. Я ж вижу по глазам, ты много проиграл, Петь. Хорошо, я тебе ее отдам, только после, после того, после того, как мы с тобой займемся аутотренингом. Хорошо. Давай. Все. Ложись. 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 Да. Сними обувь. Чего? Я говорю, обувь сними. Немножко. Эх. Снял? Снял. Снял. Теперь. Расслабься. 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 Ты расслабился? Расслабился. Расслабься и подумай о чем-нибудь приятном. А об игровых автоматах можно? Шучу. Подумай о чем-нибудь приятном и повторяй за мной. Ты больше не хочешь играть в игровые автоматы. Ты не хочешь играть больше в игровые автоматы. Только не ты не хочешь играть больше, а я не хочу, понял? Повторяй. Я больше не хочу играть в игровые автоматы. Теперь, игра тебе опротивила. Игра мне опротивила. Ты больше никогда не подойдешь к рулетке. Я никогда больше не подойду к рулетке. Ты не азартный человек. Я не азартный человек. Ты больше не пойдешь играть. Я больше никогда не пойду играть. А горло? Горло ледяной водой полоскал? Полоскал. И лед гландом прикладывал. И в больницу даже ходил, чтобы какую-нибудь инфекцию подцепить. Что я только не делал, чтобы заболеть? Ну, не получается у меня. Ну, вот такое вот у меня, блин, здоровье богатырское. Да уж, нашелся мне тут богатырь. Квакуша Попович. Слушай, Макс, надо что-то другое придумать, чтобы у меня с Катькой все срослось. Давай только завтра. Ладно. Утро вечера мудренее. Макс, форчку не закрывай. Накурено. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну и как? Играть больше не тянет? Нет. А я тебе говорил, это гипноз. Ты знаешь, это никакой не гипноз. Я как не верил в него, так и не верю дальше. Понимаешь? Да. Просто я посчитал, сколько я кому денег должен. А я вчера такую установку давал. Да? Чтобы ты подбил свои долги. Да при чем это твой гипноз-то? Установка твоя. Я просто твоей установки вчера еще знаешь, сколько денег проиграл? Когда? Когда? Когда ты уснул. Петя, ты слабовольный человек. Слабовольный. Я не слабовольный, я азартный. Понимаешь? Ты можешь быть трижды азартным, но слабовольный. Так знаешь что, нифига. Если захочу, вообще больше туда никогда не пойду. Понял? Пойдешь, милый мой, пойдешь. Потому что ты подсел на игровые автоматы. Пойдешь. Так, а давай поспорим, а? Что я больше туда не ногой. Спорим. Давай, Женька, разбей. Все. Ну, Ленька, готовься отдавать мне. А ну что спорили-то? Ё-моё, надо было один спорить. Вот так вот, милый. Нифига себе! Здесь же бюджет небольшой африканской страны. Тридцать девять и два? Да. Зря мы окно открытым оставили. Ура! План сработал. Ага, даже слишком. Ничего, ничего. Чем хуже, тем лучше. Быстрее полюбит. Тело вот только ломит. Так, Вова, ты лежи, а я за таблетками схожу. Макс, 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 подожди, подожди, не надо таблеток. Катю, Катю, позови. Ага. И побыстрее, а то не дотяну. Ну что ж, если вопросов больше нет. Есть. Извините. Разрешите, Бруно Яныч? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в нашем институте произошел вопиющий случай. Под видом фольклорного ансамбля студенты факультета экономики и финансов. Получили помещение и занимались там частным бизнесом. Превратив наш институт в частную лавочку. Постойте, постойте. Я уже что-то об этом слышал. Значит, слухи не были преувеличены. Интересно. Очень интересно, Бруно Яныч. Уважаемые коллеги, и совершенно недопустимо. Нет, виновные, конечно, наказаны. Лавочка распущена. Но как могла произойти вся эта ситуация? Да, как? Даже очень интересно. Очень интересно. Почему руководство факультета допустило все эти безобразия? Почему оно не проконтролировало, как используются эти помещения? А может быть, оно просто не захотело? Надо разобраться. Тамара Алексеевна. Как это произошло? Ну, не хотите так, давайте по-другому. Вот спорим, что я вот сейчас вот за раз 15 стаканов тархуна выиграл. Ну, ты достал уже своими спорами. Ладно. Ну, надо же мне куда-то свой азарт девать. Надо. Я, между прочим, сегодня пяти фан выиграл. Ну, вот когда споришь, можно проиграть. Можно, но можно и выиграть. И потом я знаю, когда спорить надо. Это интересно как? А вот так. Спорим, что сейчас сюда первым парень войдет, а не девушка. На столичек. Ну, фифти-фифти, спорим. Давай. Слушайте, ребята, вы Катьку Григорьева не видели, а? Нет. Просто повезло. Может, повезло, а может, я и знал, что он сейчас придет и будет здесь Катю искать. На. Спасибо тебе, что ты сидишь со мной. Я... Я давно хотел тебе сказать, я... Я люблю тебя. Да-да, Афон. Я тебя тоже очень люблю. Лежи-лежи. Тебе лучше не вставать. А где Катя? Какая Катя? Здесь только я. О, Володя, ты мне совсем не нравишься. Давай-ка лекарства примешь, а? Не буду. Почему не буду? Как это не будешь? Потому что я болеть должен. О, совсем плохой. Болезнь даже мозг поразила. А чаечек будешь? Чаечек? Буду. Сейчас чаечка налью. Сейчас, сейчас я тебе чаечка налью. Сейчас. 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 На, чаечек. Вот. Вот. А то, Катя, говоришь. Что-то у него какой-то вкус странный. Какой странный? Ты сам странный. Ты ж болеешь, а вкусовые ощущения меняются при болезни. Ты чё, не знал? Эх ты, темнота. Пей, пей. Павелыч, ну чё за беспредел-то, а? Тихо, Валер. Успокойся. Ну чё успокойся-то, а? Павелыч, это вы бизнес закрыли? Я закрыл бизнес. Павелыч, ну чё вы, мы же... Я сказал тихо! Заткнись! Это хорошо, что я закрыл, а не ректор. Потому что неизвестно, чем бы дело кончилось. А тебя могли бы... Очислить. И другие могли бы пострадать. Так что ты легко отделался. Спасибо большое. А спасибо говори Григорьевой. Это она про бизнес настучала. Григорьева? Какая Григорьева? Катя? Кристина. Ну, родная, пожалеешь ещё. Вовка, ну как? Плохо. Температуры нет. Голова не болит. Мышцы не ломит. Не понял. Чё ты не понял, а? Чё тут непонятно? Выздоровел я, понял? Ну ладно, я Катьку просто пригласил. Сегодня вечером прийти обещал. Квакуш, Квакуш, ты молодец. Я в тебя верил. А этот ходил, не выздороветь, не выздороветь, говорит. Прикинь? Кстати, ты мне стольник должен. Гони. Вы чё, на меня спорили, что ли? Тоже мне бесприданницу нашли. Квакуш, твоё богатырское здоровье мне дорого обходится. Между прочим. А при чём тут дорого обходится? Между прочим, это всё Матюхинский бальзам помог. Я по моей же просьбе попросили тебя его в чай подлить. Что? А что я, дурак по-твоему, деньгами рисковать? Бальзам? Квакуш, ну, Квакуш, ну… А ты понимаешь, что это для меня значило, а? Ты понимаешь, что это для меня значило? Магуш, 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 Магуш! А ты чё, стидишь? Ты понимаешь, что это для меня значило? Магуш, 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 Магуш! Магуш, 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 Магуш! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok